Ну, после окончания встречи обещала ему выслать ссылочки на продукцию, которую я ему рекомендую. И, возможно, это тот человек, которому нужно будет действительно с помощью этой продукции поправить здоровье. Он мне рассказывал о том, как он рыбой отравился, о том, как он мучается желудком постоянно. Я ему, естественно, рассказала историю своего папы, который был с язвой желудка. А потом узнав, что основатель компании нашей, с которой мы сейчас сотрудничаем, это человек, который поправил свои желудочные проблемы с помощью обычного перца. Он сказал, странно, а ведь я же этот перец ем. А меня мама ругала все время, что я как бы его ем, что мне нельзя. Оказывается, я вот правильно делаю. Я говорю, да, вы правильно делали. Это очень здорово. Вот, поэтому сегодня был проведен тест прямо на дороге, в машине. Это было очень интересно. И человек, получив этот тест, уже немного знал о себе, что и как. Вот, по крайней мере, он сегодня какие-то пункты для себя взял. Вот. Будет он пользоваться продукцией или нет, но я ему тоже озвучила, что есть три варианта сотрудничества. То есть я сейчас начинаю знакомство именно вот с этого, что у каждого человека здесь есть возможности. Будет он их использовать или не будет, это уже его вопросы. Ну, с другой стороны, ну, мы никого не тянем, но с другой стороны, каждому можем дать какие-то возможности. Так, Лида, я не вижу, где Лида, но я сегодня хотела бы провести тест немножко позже, после встречи, индивидуально посвятить время, потому что у нас сегодня занятие немного не по тесту. Вот. И где-то мы потом созвонимся или спишемся, я скажу, когда мы проведем тест. Вот, надеюсь, меня Лида услышала. Так, Оксанушка, тебе слово можно давать? Ну да, давайте я немножко расскажу. А, вижу, что ты вернулась, поэтому даю тебе слово. Да, спасибо. Значит, у нас есть методы работы, которыми мы работаем. Вот. Что я сейчас начала осваивать, какой метод работы? Это беседа с людьми, непосредственно выход на необходимость делать очистку своего организма. И в этом мне помогла вот такая книжечка. Вот. Есть у нас программа активной работы. И сейчас что вот я делаю? Ну, я просто буду рассказывать, потому что, что я конспектирую, что, потому что я сейчас это начинаю отрабатывать. Вот. Поэтому, когда мы знакомимся с человеком или когда мы его уже знаем, беседуем с ним, то мы понимаем, что то, что мы ему скажем, это будет наша идея. А вот то, что он сам скажет, это уже будет идея, исходящая от него. Вот. Поэтому очень важно, чтобы тема здоровья прозвучала именно от него. Как к этому подойти? Можно спросить у него, задать ему вопрос, что, как ты думаешь, от чего все-таки заболевание. И вот человек будет рассказывать, как он думает, что там, как там. То есть внимательно мы его слушаем. Вот. И такие вот следующие вопросы спросить, а экология влияет на здоровье? И опять давать возможность ему поговорить. Это будет вот его идея, как он на них отвечает. Какая вода сейчас, какой воздух. Вот. И прийти к тому, что вот экологию мы не можем поменять. Вот. Нужно о себе самому заботиться. И вот задать ему прямо такой вопрос, вот, а что ты слышала об очистке организма? Вот. Потому что многие люди проходят через это разными способами. Вот. И вот тогда такой вот интересный момент здесь описан, что ты согласен, что внутри организма тоже необходимо делать уход. Вот в сравнении. Как с квартиру мы убираем, вот скульт, которая появляется у нас в квартире, потому что окна открывает и все летит. Вот. И что к 25 годам в организме любого человека накапливается от 5 до 15 килограмм токсинов, ядов и шлаков. Представляете, да, 20? А если тебе 30 уже, а тебе 35? Ну и такой вот вопрос, что в самом деле слышал ли человек, что по статистике 90% всех заболеваний появляется из-за интоксикации организма? Вот. И спросить, вот, если очистку он слышал, какие способы, что, потому что здесь предлагается сделать ему рисуночек, показать. Это вот надо дома еще практиковаться, чтобы сделать этот рисунок и нарисовать ему пищевод, идет тонкая кишка, толстая кишка и прямая кишка. И вот получается, что когда мы кушаем, попадает пища у нас, вот она обязательно попадает в кишечник. Вот в кишечнике есть такие ворсиночки. Если кишечник чистый, ворсиночки хорошо работают, тогда, когда пища появляется, то эти ворсинки могут эту пищу разделять на микроэлементы, на витамины, на минералы. И в стенки кишечника вот такое вот питание пойдет, полезное, хорошее. Но если кишечник этот зашлакованный, да, вот не убиралось там, как в квартире, там месяц не убирался, что там будет, да, ворсиночки будут слипшиеся. И они уже не смогут делать свою работу, отделить от этой пищи, которая поступила, важные, хорошие элементы для питания всего организма, то есть для клеточек. И что происходит? Получится, что она не сможет получить вот эти ингредиенты полезные, а все равно кишечник, кистенка кишечника наполнит, ну скажем так, ядом, грязью. И получается, что организм человека вместо хороших, полезных металинов, микроэлементов будет пополняться вот с шлаками собственными. И в результате этого, да, у человека недомогание. Вот. Но если мы начнем работать с этой, с этим организмом с помощью нашей естественной очистки, конечно же, человек почувствует улучшение. Вот. Ну и здесь вот рассматривается вариант, что очистка бывает, многие некоторые клизму пробовали, вот, что это недостаточно, потому что это только прямая кишка здесь задействуется. Вот. Кто-то там пробовал более интенсивное, когда 10 литров воды вливается, это, скажем, толстый кишечник может почистить. Но до тонкого ничего не доходит. Почему? Потому что там есть природная перегородочка, вот, которая не дает проникнуть снизу вверх и почистить тонкий кишечник. Потому что природа придумала так, что чистку надо проходить тем методом поступления, как мы кушаем еду. Вот так вот. Да. И у нас есть прекрасные продукты. Это вот локла, это каскара и хлорофилл, которые многие очень любим, и с которыми многие начинают. Вот. То есть это будет безболезненно для человека, это будет полезно, мягко, хорошо. И главное, что, ну вот, результативно, природно и просто хорошо. Да. Вот локла будет как, абсорбирует на себя все ненужное на уровне клеточек. Каскара – это продукт, который помогает освободить организм от этих завалов, нормализует моторику кишечника. И хлорофилл – продукт, который снимает интоксикацию организма, очищает кровь, лимп, улучшает работу кишечника и усваиваемость пищи. Ну вот, вот такое вот. Сейчас у меня такая задача – донести своим знакомым при встрече, разговоре вот эту вот тему. И будут они здоровее, активнее и жизнерадостнее. Это здоровская информация. Вот, ношу с собой вот эту табличку, Аксан. Тут, понятное дело, немного другой ракурс. Это вообще просто кишечно-желудочный тракт. Ну, в принципе, если в интернете найти подобную вот с ворсинками, то, ну, тогда можно просто ее там заламинировать, да, например, и показывать. Или просто… Ну, можно делать за рисунку. За рисунку делаешь, и человек видит вот эту картинку, смотрит эту тушу. Ну, здорово. Потому что чистота кишечника – это уже, наверное, 80% вообще всего здоровья, однозначно. Потому что всасываемость того, чего мы даже потребляем, она должна быть. Я согласна полностью. Вот. Ну, я так вижу, что наши новенькие отсоединились по какой-то причине, не знаю, по какой причине, но это не важно. Важно, что мы здесь. И раз новеньких нет, то я расскажу. Вот вчера у меня интересный кучик был. У нас на обучении биоинтегриса происходят разные чатовские переписки. И в том числе люди спрашивают, например, «А расскажите, пожалуйста, кто какие ферменты потребляет?» Или там «А кто как лимфу чистит?» Я вчера решилась в чате, я все время молчала, потому что там была одна фразочка, что тут сейчас начнут доставать сетевики. Я думаю, ладно, я помолчу, ничего страшного. И как-то получилось, что с точки зрения лимфы я все-таки не выдержала и написала «Вот есть такой лимфатик-дренаж». В результате я узнала, что там куча инвестишников на самом деле. То есть тут же был выложен ролик Кати Дидык. Катя Дидык – это молдаванка, которая стала директором-ассистентом. Это молодая девчонка, которая пришла в гапитационную структуру, когда-то только начинала вообще резьбизнес Молдовы. И стала человеком не только узнаваемым, но на молдавском телевидении она имеет регулярные выступления по разным темам по здоровью, как нутрициолог. Представьте, она вела одну из школ в Киеве, по-моему, это последняя, она была там, 18 или какой-то год. Она вела лидерскую, и то, ну это просто суперчеловек. Вот смотришь, ну идеал со всех сторон. И как она ведет их, какой материал она их выкладывает. Она выкладывает не про инвестишки, а она просто рассказывает, какие критерии выбора Омеги не привязывает ни к чему. Но при этом понятно, что как и почему с точки зрения хотя бы выбора такого продукта. Вот, и тут же одна, значит, написала в этом чате следующую реплику, что у меня подруга во Франции заканчивала там какую-то супер-мупер-крутую школу по диетологии и нутрициологии, что ей там предлагали то-то-то-то, но когда она уже с высоты своих знаний оценила, какую же компанию выбрать, то она сказала, что НСП ее устраивают по всем критериям, что здесь и качество, и ценовая политика нормальная, и все-все-все прочее. В результате я одной женщине написала в личку, женщина с Нетишина, и потом, ну так скажем, я увидела, что она готова к общению сразу. Я предложила созвониться, эта женщина как раз с Украины, и я ей позвонила, правда, сначала по WhatsApp, и уже через, там, не знаю, час времени, когда мы с ней первый раз поговорили, уже было подписано соглашение интернета. Вот, ну и сегодня я ей, наверное, проведу тест и будем работать. Человек знает продукцию НСП, ей привозили там через какие-то, она сказала, десятые руки. Она сейчас попала в команду МВЭ, потому что ее начальница там какой-то статус имеет в МВЭ, и ей очень нравится вообще вот командная работа. Вот посмотрим, что с этого выйдет. Вот, а Саша Мачулин дошел до кружка или нет? Появлялся он здесь в чате в самом начале или не было такого? Не было? Ага, я понимаю. Хорошо. Так, какие у нас вопросы по бизнесу есть? Может быть, что-то нужно осветить? Потому что тему здоровья мы так плюс-минус там какие-то возможности рассмотрели. Или может быть...